Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. И мы будем говорить о прогнозе на июнь для знака воздуха. Но прежде всего хочу сделать маленькую ремарку. Во-первых, вот этот шум, что вы будете слышать на видео, прошу мне его извинить. Дело в том, что здесь стоит обогреватель и тихонечко дует, иначе тут околеет, и в доме безумно холодно. Так что прошу меня извинить. Второе. Под видео будут ссылки на мой телеграм-канал, а также на второй мистический клуб Маэстро Мажор, который вы, возможно, еще не подписаны. Почему для меня это важно? Чтобы вы подписались. Во-первых, не хочется, чтобы для вас исчезала та информация, которую я для вас приготовила. Сейчас всякие опознавалки и так далее достаточно YouTube как-то странно посылает, кому-то посылает, кому-то нет. Поэтому я вас просто нацеливаю. Что у нас там в телеграмме? В телеграмме печатные посты по поводу, например, тех же гороскопов. Вот сейчас мы изучаем телеца в полной мере, потому что идет месяц телца. Как только наступит месяц близнеца, а мы его ждем в районе 21 мая, начнется изучение близнеца. Ну, то есть близнец женщина, близнец мужчина, близнец ребенок, близнец начальник. Это такие маленькие постики для того, чтобы порадовать тех, кто родился в этот месяц, а также помочь тем, кто сталкивается с близнецами на протяжении своей жизни, а мало ли как оно бывает. Кто-то близнец начальник, кто-то подчиненный, кто-то еще что-то. Так что лишней информации не будет. Я надеюсь, это вас увлечет. Потом посмотрим, что-то, может, еще буду выкладывать. Для меня телеграмм, как я уже говорила, за семью печатями история. Я пока не понимаю, как его сделать интересным, но стараюсь, как могу. Поэтому очень прошу вас поддержать эту затею мою, и, в общем-то, может, оно будет полезно. Ну, а теперь непосредственно к стихии воздуха, о котором мы будем говорить. Близнецы могут быть поздравлены. Они занимают не только часть июня, ну, скажем, там, мая, но и практически весь июнь. Поэтому и это их месяц, их отдушина, их, собственно говоря, радость. Но, с другой стороны, дорогие мои друзья, и всех остальных это касается в том числе, поскольку все мы становимся в некоторой степени близнецами, во всяком случае, в решении наших вопросов по здоровью, по отношению к работе и так далее, потому что хотим мы того или нет, мы можем называться совершенно любым знаком, абсолютно к озерогам, там, например, водолеем и так далее. Но мы попадаем под влияние близнеца, и, соответственно, события развиваются для нас тем или иным образом. И выходить из них мы тоже в некотором смысле должны, как близнецы. Для этого будет выпущено отдельное видео, как не упустить удачу в месяц близнецов. Ну, прелюдия у нас получилась грандиозная. И все-таки непосредственно к близнецам, что их ждет в июне. Близнецам грех, конечно, не прославиться в этот месяц, потому что планеты все-таки учитывают, что это их исконный месяц, и поэтому блеснуть, как-то себя разрекламировать, заработать и так далее, звезды, конечно, близнецам разрешают. Но на пути этих разрешений может стать сам близнец. Скоропостижный, увлекающийся в современном, поэтому не закачивающийся старой и так далее. Хотите быть успешными, воспользоваться всеми дарами, которые вам приготовила природа, все-таки надо какую-то проявлять самостоятельность и ответственность. И это, собственно говоря, не должно идти со стороны, дорогие мои друзья, что какая-то карающая рука вас будет все время возвращать на место. Для вас это должно быть золотым правилом. Любое дело, которое вы начнете в июне, должно быть начато и закончено. Иначе дорого все ваши деяния стоить не будут. В чем плюсы этого месяца для близнецов? Да практически у них нет ярко выраженных тех периодов, о которых мы говорили ранее. У кого-то там первая декада сложная, у кого-то вторая замечательная, третья опять ни рыба, ни мясо. У блинецов более-менее выровненная ситуация. Они могут обзавестись новыми друзьями, они очень коммуникабельные, они могут защищать диссертацию, могут решать свои, так сказать, какие-то, проводить презентации. Они говорливые, они доходят до сердца и до печенок, их слова, когда они их произносят. В общем, они ораторы, исключительно харизма у них и так далее. Так что используйте свои возможности, дорогие мои. Кто-то найдет новую работу, кто-то, например, не решится сменить то, что имеет. И я тут тоже на этот счет могу сказать, если вы имеете хорошую работу с хорошим заработком, да, не блестящим вам бы хотелось, конечно, больше, но работа стабильная, фирма работает и так далее, не торопитесь попадать под настроение бесконечной новизны, которая приходит в период близнецового, вас оно тоже захватит. Друг вы подумайте, а мне вот надоело тут работать, а там предложили, пойду туда поработать. Всегда новое начинать достаточно сложно. Финансово, в смысле, на первых парах, вы вполне можете потерять и так далее. Вот если бы вы думали о дополнительном заработке к основному, это вот я могу сказать, что да, пожалуйста. Но некоторые решают отрезать старое без видимых причин. Поэтому я вам очень настраиваю. Все-таки подумать. У вас логический ум. И выполним, если заставите себя над этой ситуацией подумать, увидите все плюсы и минусы того решения, которое собираетесь принять. Так что прежде чем брякнуть, да, я иду на новую работу, маленькую паузу, вздохните глубоко, просчитайте до десяти, потом скажите, я подумаю, и если вам это покажется перспективным, только тогда начинайте делать. Скоропостижность, скоропалительность решений, нежелание их обдумывать, будут преследовать целый месяц. Надеюсь, вы удержитесь и совершите только правильные поступки. Если вас что-то тяготит решительно, от взаимоотношений до ненужных друзей, или, например, той же самой постылившей, ничего не приносящей работы, избавляться лучше в первую декаду. Будет легче как-то оборвать концы, поставить все точки над «и» и начать все с чистого листа. Тради, когда для вас предусмотрено, как и для всех, для роста, процветания, решения своих финансовых вопросов, подработок, устройства, переезда, если у вас он такой возникает, и вы подыскиваете, когда там что сделать. Иногда спрашивают, а вот операцию, с 11 по 16, самый прекрасный период, пожалуйста, в любой из этих дней, если это плановая операция, можете ее намечать. Если не плановая, здесь судьба вмешается, тут уж дату выбирать у нас не приходится. Поэтому в данном случае решайте. Но в любом моменте, это один из самых благоприятных периодов для вас, когда можно реализовать то, о чем вы даже не мечтали ранее. Я вам говорила, что для вас месяц будет относительно благоприятный весь, но все равно качели некоторые будут возникать. Вот, например, с 16 по 23 вам придется корректировать свои планы уже с окружающими, если вы до этого были свободны в выборе пути, которым пойдете, с профессией, с отказа от лишних отношений, которые у вас возникли. То с 23 числа, а даже уже начиная с 16 по 23, начнутся какие-то шероховатости. Вы будете менее свободны, более спеленуты в ваших уже личных взглядах и решениях и так далее. Вам придется зависеть от людей, прислушаться к мнению партнера, и даже, может быть, семья будет противником некоторых ваших решений, которые, возможно, даже опрометчивы. Прежде чем настаивать на своем, прослушайте все аргументы, уединитесь и попробуйте это дело в голове прокрутить. Возможно, вас пытаются поставить на нужный путь, и сопротивляться этому не стоит по разным обстоятельствам. Может, это сопротивление возникло не случайно, а потому что вы явно собираетесь совершить глупость. Если вы полностью уверены в том, что ваше дело правое, и на то есть весомые аргументы, можете, невзирая ни на что, продолжать свое движение, остальные примкнут и потом похвалят вас за вашу прозорливость. Но все-таки в период, о котором я говорю, 16 по 23, вы должны быть максимально бдительны. Вы легко делаете неосторожные шаги, а за них потом придется платить. Поэтому лучше раз взвесите. И я считаю, что у вас как раз для этого острый, невероятно, как сказать, креативный ум. Может, вы даже пока будете обдумывать, найдете еще три дополнительных пути, как обойти все трудности и выйти сухим из воды. Вполне уверен, что у вас это получится, потому что у вас ум для создания неожиданных идей. Все смотрят в одном направлении, но только вам на ум приходят подобные пути решения проблемы. Так что пользуйтесь своей головой, она не для того только, чтобы шапку носить. Я не случайно вам сделала такие напутки, потому что начиная с 23 числа, а иногда чуть раньше, например, с 16 по 23 до конца месяца, ситуации, которые будут развиваться вокруг близнеца, спокойными точно не назовешь. Иногда они будут просто экстремальными и даже пугающими. Ну, например, экстренная, например, ликвидация фирмы, вы вынуждены будете искать и так далее. То есть есть о чем подумать и прочее. Но помните, все равно вы фавориты планеты. Если вы попробуете немножечко собрать волю в кулак, немножечко поднапрячься и подсуетиться в плане поиска новой работы, она все равно где-то рядом, она вас обязательно найдет. Самое главное не паниковать, не размахивать руками, пользоваться привилегией того, что вы близнецы и ваш месяц сейчас идут. Близнецы близнеца не обидят. Надеюсь, у вас все будет замечательно и прекрасно. То, что вы будете помимо работы увлечены любовью, это совершенно не новость, дорогие мои друзья. Но учитывая, что месяц близнецов не обещает никому стабильности, никому не гарантирует, так сказать, единолюбие, скажем так, вас тоже может потянуть на всякие приключения, вот в данном случае, даже если вы женатый человек. Вы держитесь, пожалуйста, от этого хватит уже. Вы уже новизны той попробовали в жизни предостаточно. Я больше чем уверена, пробовали, пробовали, не перепробовали. И вам все время кажется, что следующее знакомство гораздо лучше предыдущего. Но остепеняться рано или поздно придется, дорогие мои друзья. А шашни, они легко завязываются, но также легко могут стать достоянием общественности. Вы же не хотите потерять то, что имеете, то, что выстрадали и, слава богу, получили в свою семью. Она всегда надежна, она всегда приятна. Если она вам неприятна, вы уже, наверное, развелись. А если вы еще живете, значит, вы живете ради чего. Поэтому всякие адультеры и прочие истории выкиньте из головы, хотя очень захочется. Одинокие близнецы, как всегда, в поиске своей второй половинки остановиться тоже не могут. Вот беда близнецов в том, что они все время себя тешат надеждой, знаете, как находятся в погоне за синей птицей. Никогда не ценят то, что имеют, а всегда дорожат тем, чего еще не случилось в их жизни. Считаю, что это и есть тот желанный бонус, к которому они стремятся. Так можно профукать и профинтить всю свою жизнь, дорогие мои друзья. И будучи уже стариком преклонных лет, рассказывать потом на скамеечке прохожим, какую яркую, сочную вы жизнь прожили. Только один вы остались, и никому воды подать. А все потому, что вы мечтали, что каждое новое будет лучше старого. Поэтому останавливаться надо вовремя. И месяц близнеца в этом смысле как раз прекрасное правило. Я говорю сейчас для семейных, хватит там глазками стрелять. А одиноким пора определяться. Тигр очень любит, чтобы в его год даже самые ветреные люди остепенялись, обзаводились с семьей, зачинали детей. Поэтому у вас непочатый край работы. Что касается здоровья, среднее приближающееся к хорошему. Поэтому омрачать он у вас особо не будет. Те, у кого есть хронические заболевания, конечно, они ни от чего не застрахованы. Но тем не менее, дорогие мои друзья, надеемся на лучшее. Впрочем, о здоровье, которое обычно случается со всеми, кто вступает в знак близнеца, будет в отдельном видео, еще как дополнение. Надеюсь, оно вам будет полезно. Ну, а теперь благоприятные и неблагоприятные дни. Благоприятные дни. 4, 10, 14, 18, 23, 27. Неблагоприятные дни. 1, 6, 12, 16, 20, 25, 29. Ну, что ж, дорогие мои близнецы, если вам мало будет информации, заходите на мой телеграм-канал. Ваш знак мы там будем раскладывать по полочкам. Вот. Отдельно мужчины, отдельно женщины, отдельно профессии, которые вам подходят. Отдельно, например, здоровья, советы по питанию. Так что, то, что не добрали сейчас, вполне возможно, в телеграме вычитаете. В течение, вот, собственно, месяца практически каждый день выкладываться будет дополнительный пост. Ну, а я плавно перехожу к следующему воздушному знаку. Надеюсь, вы уже приготовились. Это будут весы. Итак, дорогие мои весы, как говорится, к вашему воздуху добавляется еще воздух текущего месяца. Это в одном месте, говорят, вихрь заиграл. Если вы хотите быть уверены в своем деле, финансово получить дивиденды, надо быть вдвое усидчивы, внимательнее и ответственнее, чем до этого. То есть противостоять легкомысленности собственного знака, а также знака близнецов, которые правят в этом месяце. Так что вам придется все время держать себя за руку, водить себя буквально как путеводительную, заставлять работать, хотя захочется отдохнуть, позагорать на пляже, развеяться, устроить феерический праздник. Но кто тогда будет работать? Если вы супруга весы более состоятельного и внимательного знака, то, что вы можете развлекаться и чувствовать себя хорошо и замечательно, жить, так сказать, много со временем, которое у вас настигло, знак близнецов. Но если вы мужчина-добытчик, а у вас такие настроения, то вам придется с собой поговорить строго, запретить подобные взгляды на жизнь. Хотя, помните, в июне желание отдохнуть и полениться будет превалировать над желанием поработать. Почему я вас так, дорогие мои друзья, напутствую? Потому что июнь для вас может стать тем месяцем, который, что называется, год будет кормить. Повезет тем, кто занимается торговлей, потому что Меркурий, собственно говоря, не напрасно руководит близнецами. Он открывает великие возможности именно в торговле, в эти всевозможных там компаниях. Те, что собирают информацию, распространяют информацию, это тоже впереди планеты всей. Так что, если вы еще не блогер, а очень хотите, хотя сейчас идет перетрубация, и блогерство сейчас во многих местах, конечно, стало делом неприбыльным. Могу это сказать по себе, потому что, когда ты зарабатывал с этого жила, теперь у тебя не хватает на буханку хлеба, то в основном приходится работать за идею. Но иногда идея, вот, например, для меня, как козерога, это тоже руководство к действию, потому что, если начал, стыдно бросать. Поэтому в данном случае я продолжаю, так как говорится, на общественных началах дела. Лисы в этом плане более скрупулезные, и за что попало, работать не будут. Но, тем не менее, дорогие мои друзья, если вы еще не блогер, попробуйте. Рано или поздно этот кошмар закончится, и все наладится, и станет на круги своя. Как раз начало вашего блогерства. Может быть, не очень будет благоприятным, но зато вы потом станете открытием для кого-то на просторах интернета. Всякое бывает. Людям сейчас нужна информация. Вы прекрасно излагаете, у вас все получается и так далее. В выигрыше также будут те, кто играет на бирже. Из весов, конечно, мало кто так рискует. Но, тем не менее, такие игроки есть. Причем достаточно здравые и внимательные. Так что любые такие вот вещи могут принести успех. Но, опять же, если вы первый раз на бирже и решили, не глядя, всего там понакупать и вложиться, то вам посоветую начинать с малого, потому что, не ведая броду, несусь в воду. Если у вас в этом деле есть наставник, и он вами руководит, подсказывает, воспользуйтесь его советами и им, быть может, что-то выиграете. Так что в данном случае, дорогие мои друзья, могут быть и разные способы заработка. Ну и дополнительно, все, что умеете, рекламируйте, выдвигайте, как дополнительные заработки. Поете, открываете уроки вокала, играете прекрасно на музыкальных инструментах. Сейчас и онлайн уроки делают. Ну, в общем, чем талантливы, то не зарывайте. Надо стремиться. Меркурий вам помощь, себя рекламировать. Поэтому трудитесь в поте лица. В июне открываются грандиозные возможности. Главное, не пересидеть. Этот месяц замечательных сделок. Только, дорогие мои друзья, близнецы любят рисковать, да, как знак. А коли у нас месяц близнецов, в некотором смысле и вы попадете под это вихревое желание, не очень обдумавши, куда-то влезть. И я вам все-таки советую вот этот «да», который срывается с языка, когда вы еще не успели подумать над тем, что собираетесь подтвердить, должно быть купировано в зародыше. Все можно делать, и все открыто для вас, и возможности очень велики, поскольку тут в руку и ваша коммуникабельность, и ваша харизма и так далее, и тому подобное. Но после обдумывания. Вот если вы меня услышали, все будет замечательно и чудесно, откроются новые возможности, будут прекрасные предложения, замечательные сделки. Вот. Но после обдумывания. Вообще, весам следует думать не только по поводу работы, куда деньги вложить, где их заработать и так далее, но и любовной сфере. Это я сейчас говорю, собственно говоря, об одиноких весах. Они котируются, они очень интересные, они привлекательные, вокруг них льется противоположный пол, но, как удивительно бывает, выбирается в месяц близнеца как раз тот, кто не нужен. Я вам очень рекомендую, прежде чем прилипнуть человеку душой, телом и так сказать это. Взвесите его с точки зрения его поступков, его поведения. Вы же люди рафинированные, очень чувствительные. Если он хамавит, если он потребляет всякие неприличные словечки, если ведет себя непотребно, откажите сразу от такого партнера, даже если у него денежки вводятся. Не покупайтесь, потому что то, что вы видите сейчас, букетно-конфетный период, период серьезных отношений, обостриться, усугубиться, подарки куда денутся, а хамство добавится в стопроцентном размере. Поэтому выбирайте с умом, и ум в месяц близнеца вам в помощь во всех вопросах, включая личные. Если уже вы вступили в июнь уже с готовыми отношениями, но они вас явно не устраивают по разным обстоятельствам, изжили себя, разочаровали и прочее, будь то гражданские отношения, либо это семейные узы, то первую декаду в месяц можете сделать попытку развода, ухода и так далее. Это будет проходить достаточно легко. Если пересидите, то потом у вас будут, в общем-то, удерживать всякие сомнения, а может потерпеть, а может что. Весы очень любят растягивать удовольствие, понимая, что как только чаша веса будет переполнена, дальше уже, даже если он будет сальто крутить и умолять о том, чтобы союз сохранился, это будет невозможно. Поэтому еще могут откладывать этот момент, но если вы чувствуете, что они эти отношения вас стяготят, тащат на дно, не дают развиваться, пожалуйста, купируйте их и напоминаю, первая декада вам в помощь. Это с 1 по 11 июня. И коль мы уже заговорили за первую декаду июня, она будет очень суетной, какой-то нестабильной для вас, дорогие мои друзья, не только в личных, неличных отношениях, но и в деловом смысле в том числе. Партнеры вас не понимают, в коллективе какие-то недоразумения, какие-то трения, кто влез, кто под рова, в общем-то единства никакого нет. А это безусловно тормозит все дела. Поставщики подводят, контракты растягиваются или срываются. В общем, постоянно надо увязывать, связывать, перевязывать и перебинтовывать ситуацию, которая разлазится буквально по швам, как бы вы не собирались слепить. Но все в ваших руках, главное рвение и терпение. Поэтому будьте благонадежны, пройдет этот период и все потихонечку начнет налаживаться. Вот эти потрясения, о которых я говорила, они приходят не случайно, дорогие мои друзья. То, что уже было раньше, в том виде, в котором существовало, оно не может существовать. В процессе вот этих вот треволнений и прочего вы откажетесь от тех людей, которые подводят вас и уже вряд ли потом вам потребуется в будущем. Когда вы переживете ситуацию, вы поймете, что вам надо искать новые какие-то обстоятельства и прочее. Это период избавления от ненужного, от поставщиков, от партнеров, от семейных уз, от дела, которым вы занимаетесь, и, возможно, у вас откроются новые горизонты. Поэтому так и смотрите. Больно, конечно, если что-то ампутируется из того, что было вам дорого, и, собственно говоря, вы так к нему привыкли. Но ничего страшного, дорогие мои друзья. Просто время избавления – это тоже открытие новых возможностей. Кому-то первая декада покажется не очень хорошей из-за того, что он сменил место работы. Ему нужно привыкать к новым условиям, обстоятельствам и коллективу и прочее. Но это тоже все можно пережить. Весы удивительным образом коммуникабельностью своей берут любую высоту. И такое ощущение через два часа, что они тут работали, всех знают, всех уважают, увязывают острые углы и даже выступают третейским судьей перед людьми, которых видят только вчера. Так что при ваших-то возможностях, дорогие мои друзья, привыкание пройдет достаточно успешно. Главное – не паниковать. Что касается периода с 11 по 16 июня, это один из самых благоприятных периодов. Рост карьеры, изменение социального статуса. Некоторым весам будет предложено, так сказать, выйти замуж или наконец-то женится ваш избранник. Весы на вас. Так что в данном случае ставлю большую ставку на этот период и надеюсь, что вам в него повезет. Потому что планета, во всяком случае, открывает какие-то дополнительные возможности. И думаю, что вы от них не откажетесь. Для тех, кто находится в бизнесе или ведет там небольшое, даже маленькое дело, это тоже время прорыва. Могут появиться влиятельные знакомые, люди, от которых, в общем-то, ваш бизнес только расцветет. Не отказывайтесь от их помощи. Это могут быть просто люди, занимающиеся таким же видом деятельности, или ваши близкие, родственники, участвуют в нем. Так что есть возможности укрупниться или хотя бы заручиться поддержкой. Обратите внимание на период, который сменяет благоприятность 16-23 июня. Это время, когда от вас скрывается истина. Добраться до нее достаточно сложно. Есть вероятность совершить какие-то оплошности, ошибки в оформлении документов, в перевозке товаров, подводит кто-то. Вообще напряженная обстановка. Если вы не занимаетесь собственным бизнесом, есть вероятность конфликтных ситуаций как дома, так и на работе. Какой-то офисный планктон придет в динамику, и никто от этого не выиграет. Как всегда сторонник того, что надо не участвовать в этом деле, хотя бы сам очень захочет. Старайтесь не допускать ошибок в этот период, поскольку вы рискуете не только финансовыми потерями, но и потерями авторитета. Все, что касается вас, вашего вклада, вашей работы, вашего сегмента, должно быть вами перепроверено 100 тысяч раз, для того, чтобы не упасть лицом в салат, из-за глупости, которую можно было бы не допускать, но она получилась, потому что вы там похалатничали. Так что будьте осторожны. А на смену этой недели не очень благоприятной приходит конец месяца, который, собственно говоря, вольет вас новые силы, позволит вам более оптимистично смотреть вперед. Так что некоторые качели в данном случае предполагаются. Что касается здоровья, оно ниже среднего. Хотелось бы, чтобы было лучше. Получается, как всегда. Из-за нахлынувших треволнений, которые вы будете переживать, энергетика у вас достаточно слабенькая. Весы вообще, как говорится, не бойцы в этом смысле. Поэтому от неприятностей энергетика будет быстро рассасываться. Тут без успокоительных препаратов вам точно не обойтись. И самое главное, дорогие мои друзья, не срывайтесь на окружающих. Потому что даже у вас, хотя бы символ гармонии и взвешенности, тем не менее бывают срывы, дурное настроение, которым вы не владеете, может перекочевать в виде агрессии и скандалов на окружающих. Эти скандалы ни к чему хорошему не приведут. Вы о них потом будете жалеть. А особо обидчивые знаки, такие как телец, вот рак или тот же скорпион, запомнят ваши слова и потом будут дуться достаточно долго и встречно вам потом устраивать длительные скандалы. Оно вам нужно, поэтому в данном случае следите за словами, особенно в этот период с 16 по 23 июня. Ну а теперь благоприятные и неблагоприятные дни. Все выписано, приготовимся. Благоприятные дни 4, 10, 9, 13, 17, 21, 26. Неблагоприятные 2, 7, 11, 15, 19, 24, 29. Ну что ж, у нас остались из воздуха водолея и будем считать нашу работу завершенной. Вот то, что себя будет хорошо чувствовать в июне, так это водолей. И прежде всего говорит мы о энергетическом запасе, с которым они подойдут к июню. Появляется уверенность в себе, решительность, желание трудиться, сил на все хватает. Это говорит, что градус здоровья тоже превосходный. И не говорю, что мы ограничены полностью от всех треволнений в плане здоровья. Всегда есть еще зона несчастных случаев, каких-то там моментов. Но, слава Богу, за исключением мелких пустяков все должно быть относительно хорошо с вашим здоровьем. о чем я, собственно говоря, вас и спешу порадовать. Значит, энтузиазма у вас будет предостаточно, это ясно и понятно. Но, поскольку июнь для всех знаков зодиака имеет определенную так сказать ситуацию, которую мы в быту чаще всего называем, например, темная или светлая полоса. В данном случае первая декада относится скорее к темной полосе и вы должны быть предупреждены в этом смысле, потому что если полоса не очень благостная, то вероятность получить недочет, совершить ошибку, поссориться с кем-то на ровном месте в СМА весьма великой. А что еще может произойти? Дело в том, что могут напряжься очень сильно отношения с окружающими. И не окружающий будет в этом виноват, а скорее всего водолей, который почувствует в июне себя особым счастливцем, человеком с особой нагрузкой, с особой начинкой, до которого никто не дотягивает. Поэтому некоторое высокомерие, такое, так сказать, королевское отношение к челли, видит это ко всем остальным, вполне может не понравиться тем, кто рядом с вами, кому же нравится, когда на него смотрят свысока. Водолею самому на ум не приходит, что он неправ. Он даже утверждается таким образом в собственных глазах, считая, что и так видно, что он солнце, а все кругом пустяк на постном масле. А людей это обижает. Поэтому если вы находитесь среди тех, в ком нуждаетесь, из чьих рук едите или на чьи плечи опираетесь, позволите вести себя прилично, дорогие мои друзья. А свой авторитет и ваше величие доказывайте просто трудами, а не ужимками или какими-то жестами, которые могут, собственно говоря, оскорбить окружающих. Так что смотрите, пожалуйста, чтобы вас случайно не занесло, хотя вероятность такой ситуации очень велика. Еще одно предупреждение. Даже если у вас были грандиозные планы на июнь профинансироваться бизнес, купить крупную недвижимость, дорогой автомобиль и так далее, в принципе деньги для этого существуют, отложите пожалуйста с первой декады этой покупки, потому что мало того, что купите не то, что хотели, за деньги больше, чем рассчитывали, а на самом деле это будет чемоданчик с двойным дном, с которого потом на голову посыпятся недочеты, на которые вы не обратили внимание. Также не стоит заключать крупные сделки и проекты в первой декаде месяца, но если уже необходимость такая назрела, и деваться некуда, внимательно дочитывайтесь до каждой буквы, отстаивайте свое место под солнцем, чтобы потом не удивляться, что вроде бы обещалось больше, получилось меньше и так далее, договор должен быть составлен грамотно с учетом ваших интересов, для того, чтобы потом не получилось чего не нужно. И вообще оформление всяческих бумаг, делового, личного, порядка и прочее, должно быть проверено, перепроверено тысячу раз, оплачено все вовремя, потому что именно вот этот период быстро возвращает ошибку человеку, то есть можно было этого избежать, но он чего-то там забыл, отложил, сказал потом, а оно тут же с нежным комом возвращается, да еще с дополнительными финансовыми тратами, поэтому предупреждаю сразу. Впрочем, и вообще первая декада месяца совершенно не подходит для банковских операций, а также для всякого рода кредитов, отдавать долги, пожалуйста, брать первую декаду месяца, это создавать себе дополнительные сложности с возвратом. Для крупных инвестиций, покупок и вообще для всего, что вы давно намечали, подходит период с 11 по 16 число. Почему этот период повторяется для всех знаков зодиака? Мы же все, дорогие мои друзья, живем под солнцем, планеты одинаково светят, и близнецу, и козерогу, и прочему. Поэтому, вне зависимости от знака, если идет хорошая полоса, она хороша практически для всех. Если идет темная полоса, то она темна тоже для всех. по-разному по-разному мы переживаем тот или иной период в силу своего знака, но то, что никто этого не избежит, это факт, и не будем преуменьшать его значение. Вот почему практически каждый знак получает одни и те же прогнозы на определенные периоды. Если осторожность нужна, вот, первую декаду, то будьте любезны. Если с шестого по одиннадцатого ситуация наоборот развивается хорошо, летите на всех парусах, исполняйте все свои желания. Если с шестнадцатого по двадцать третье начинается период сложностей, причем они будут касаться и финансовых ваших возможностей, и договоров, и возможности устроиться на работу, и просто личностных взаимоотношений, когда вместо того, чтобы договориться, люди идут на конфликт, выясняют отношения, говорят потом задним числом, вот, когда изучаешь тематику конфликта, что было триггером, что запустило этот процесс. Так выяснится, что тема не стоила не то, чтобы единого яйца, она была просто смехотворной. Если бы хватило здравого смысла, просто посмеяться и разбежаться. Нет, из этого получился грандиозный скандал, потому что накалены и все. И вы, и ваш оппонент находятся не в лучшей форме, поэтому пустяшная ситуация может и развернуться в ситуацию вплоть до развода. Оно вам надо? Не говоря уже о том, что может перессорить всех коллективе и прочее. Поэтому обратите внимание на период 16 по 23, каждое слово, как говорится, серебро, молчание, золото. Прежде чем что-то делаем, хорошо подумаем. Деньги хочется расфыскать, тратить категорически не нужно. Крупные покупки отменяются. Перенесите их в конце концов, если не успели, на конец месяц. Там ситуация начинает более-менее выравниваться и вы можете спокойнее смотреть будущее. Поэтому в данном случае вот такая история, вот такое движение. А ведь есть счастливцы, которые в июне собственно говоря отправятся в отпуск. Что ж это будет особенно замечательно, дорогие мои друзья. Причем выбираем место отдыха, это не должны быть шумные какие-то пляжи, где с утра до ночи какие-то мыльные вечеринки, истерический хохот абсолютно пьяной публики, которая ищет себе место, где продолжит банкет. Такой вроде бы отдых и не чувств водолей и муть среди тусовки хорошо. Но вам июньский отдых должен дать отдохновение и какую-то передышку. Поэтому чем будет тише, тем лучше вы отдохнете. Даже если вы со мной в этом смысле не согласны. В конце концов мы сейчас бережем ваш организм, а он требует подзарядки. Среди мыльных вечеринок вы вряд ли придете в норму. в июньский здоровьем водолеев замечательно на июнь. Но водолеи тоже разные. Одни подошли к июню ободренные своими достижениями предшествующий месяц, например, а кто-то изрядно подустал. Так вот здесь те, кто подустал, окончательно могут потерять ориентиры и почувствовать недомогание где-то в середине месяца так точно. Дорогие мои, если вы попадаете в эту категорию, помните, пожалуйста, отдых для вас жизненно важен. В выходные берем себя, своих близких, на природу, на спокойствие, без всяких оргий и без пьяных вливаний. Сосиска на палочке, костерок, наслаждение погодой, природой. Именно в этой неподвижности, именно в этой медитации, именно в этом ощущении спокойствия для вас выход из положения. Если не помогать, еще добавляем успокоительные препараты, потому что ритм жизни будет достаточно бодрый, выдержать вы его должны при уме и памяти. Поэтому, если вы пошатнулись раньше, помогите себе в июне. Ту ситуацию, которую я вам предложила, это не значит, что вы должны отправляться жарить сосиску в одиночестве и, наоборот, избегать какое-либо общество. Водолею, как знак коммуникации, поскольку он относится к воздуху, одиночество вообще противопоказано по любым обстоятельствам. Это явный путь к депрессии, с которой выбираться будет достаточно сложно. Конечно, вы возьмете с собой своих близких или друзей, в которых уверены, которые не испортят вам настроение. И вот эти пикники совместные, вы договоритесь еще на переправе, что вы не напеваетесь, не дебоширите, не мордобойничаете и так далее. И вот в спокойной, душевной беседе или песнях под гитару проведете то время, которое назначено вам отдыхом. Таким образом, вы сохраните свою энергетику и почувствуете себя более успешным и приятным во всех отношениях. Ну что ж, ваш прогноз достаточно короткий, но по сути дела рисунок наброшен, как себя вести, я вам сказала. Советы жизненно важные, как не потерять любовь и то, что вам ценно, вы получили насчет здоровья рекомендаций тоже есть. Как говорится, добавить больше нечего. Помните, что еще выйдет отдельный выпуск по поводу как правильно и максимально использовать для себя пережить месяц близнеца, чтобы удача не ушла. Это видео создается как общий рисунок для всех знаков и мимо него не проходите, пожалуйста, даже если вы не близнец, вас это касается напрямую. Ну а теперь благоприятные и неблагоприятные дни. Благоприятные дни. 5, 10, 14, 18, 22, 28. Неблагоприятные. 2, 8, 12, 16, 20, 24, 30. Ну что ж, дорогие мои друзья, рада была с вами пообщаться. Я вас не вижу, но я чувствую, как бьются ваши сердца. Вам нужна эта информация. некоторые мне пишут вода, но было бы странно, если бы я сейчас с нескольким миллиардом людей, если взять в общем-то в земных мерках, сделала индивидуальный гороскоп каждому. Конечно, это рисунок для вашего знака, а уж как его подстелить под собственную жизнь, это дальше ваша работа индивидуальная. насчет хороших и плохих периодов я вас предупредила, значит, вы теперь наметили свои рубежи. А с вами была Елена.